Здравствуйте! Я заведующая редакцией детской познавательной литературы и расскажу вам о наших новинках первого квартала. Вот прямо сейчас, уже вчера поступила на склад, целая серия шести полезных сказок. Это французская серия, книжки для детей 2+, «Волк с ластенок», «Де моя мама», «Очень голодный удар», «Жирафа крезнули», «Лебенок не хочуха» и «Овечке пора спать». Все шесть книжек направлены на то, чтобы бороться с какими-то, ну помогать ребенку, скажем так, понимать какие-то вещи, бороться с трудностями, которые возникают у родителей при воспитании детей. Они в веселой форме объясняют ребенку, можно ли есть только конфеты, что делать, если не хочется ложиться спать, и кто придумал, что от мамы убегать – это плохо. Эти книжки являются безусловным бестселлером. В Франции этой серии продано более 400 тысяч экземпляров. Кристин Бежель, автор этих книг, она лингвист, искусствовед, писательница и пишет сказки для детей, игры, комиксы. И на самом деле у нее настолько большое количество книжек, что очень сложно составить картотеку. Она публикуется во многих странах мира, очень известна. Р.В. Легов – известный детский иллюстратор, обладатель двух престижных премий. Но, собственно, тут видно, насколько милые эти иллюстрации и насколько они детские. Все книжки 24 страницы, напечатались хорошо. В общем-то, я не знаю, что еще сказать. Задавайте вопросы. Далее у нас в серии «Я хочу все знать» долгожданная новинка. После нашего бестселлера «В лифте с Эйнштейном» следующая книга этого же автора, Юргена Тайхмана. Напомню, Юрген Тайхман – это детский писатель и ученый, профессор физики естественных наук. И под его руководством создавались две крупнейшие выставки и инсталляции по физике и астрономии. Эта книжка посвящена астрономии. Она называется «Назад большому взрыву. Астрономия от Галилея до темной материи». Она входит в подсерию «Увлекательная наука для детей и взрослых». Внутри книжка цветная. Выглядеть она будет практически так же, как выглядел Эйнштейн. Она немножко потолще. Ну вот как-то вот так. Там также содержится масса полезной и интересной информации. На эту книжку отзывы в интернете даже лучше, чем на первую. И в основном люди отмечают то, что это читается интереснее и увлекательнее, чем художественное произведение. Что информация, которая содержится познавательная в книге, усваивается очень легко. И дети потом легко это применяют в жизни. Иллюстрации нарисованы очень хорошо. Художник немножко другой. Их это Катя Венер, но на самом деле тут можно поспорить, кто из художников. То есть они каждый работают в своей стилистике, но оба по-своему прекрасны. Вот. Так что мы надеемся, что «Назад большому взрыву» пополнить список наших бестселлеров. Следующая серия, подсерия, вернее, в серии «Я хочу все знать» – это книжки про маленького умного мышонка Невио. Эта серия, как уже понятно из названия, для деток поменьше. Где-то 4+. Она рассказывает не только о приключениях мышонка, которые достаточно забавны и увлекут даже родителей, но и какие-то начальные представления ребенку дают о том, что происходит вообще в мире вокруг него. Вот, например, такой разворот, где объясняется, каким образом устроена ракета. Или в другой книжке, как работает, в общем-то, как устроена наша Солнечная система. С небольшим описанием планет. Также в серии будут выходить книжки, они вот-вот-вот отправятся в типографию, которые рассказывают ребенку о работе пожарных. Ой, вот так? Еще один. Ага. Так. И о том, как построить большой, красивый и уютный дом. Серия прекрасная, иллюстрации тоже замечательные. Иллюстратор здесь Вера Шмидт. И книжка немецкая. Иллюстратор известный также. Это ее не первая работа и не вторая. В общем-то, у нее более 30 детских книжек. И за некоторые из них она получила престижные премии. Так, следующее. Вот про эту часть серии находилок-развивалок мне даже хочется сказать поподробнее, потому что это не просто замечательный гербарий и энциклопедия-гид. Это еще и такое произведение искусства. Очень-очень красивые иллюстрации, которые просто затмевают собой все книжки, которые я видела по данной теме. Мой цветочный гербарий, мой лесной гербарий, я иллюстратор Ле Жоли Сенавиль, Тину Ле Жоли Сенавиль, художница, которая обучалась в школе арт-деко в Париже. Она сотрудничает с издательствами по всему миру и проводит также выставки своих работ в ведущих музеях мира и также детские мастер-классы. Она очень любит детей. Авторы книжек Анна Томас Белли и Элизабет Димон де Карнек, которые написали тексты для этих книг, они также не новички. Авторы Анна Томас Белли, она автор девяти познавательных книг для взрослых и детей. А Элизабет, она вообще очень популярна, она журналист и историк, написала огромное количество познавательных книг для взрослых и детей. И к тому же еще очень известна на телевидении, то есть она выступает. Значит, что содержится внутри этих книжек? Внутри этих книжек замечательный гербарий, во-первых, который тоже проэффицирован. Во-вторых, это энциклопедия «Гид по лесу и лугу». То есть это рассказывает об экосистеме луга-леса, о том, каким образом взаимодействуют живые существа, растения внутри этой экосистемы. Она содержит полезные советы для ребенка, каким образом ему себя вести, как собирать растения. И также имеет пояснение и предостережение. Если растение ядовито, это будет к книжке сказано, и будет сказано, что конкретно у растения ядовито, для того, чтобы ребенок, не дай бог, не отравился. Прекрасные иллюстрации, соответственно, я уже сказала, они дополняют все это. И, в общем-то, в итоге ребенок получит книжку, которую можно с радостью поставить на полку и долгие годы хранить, как первый гербарий, собранный вместе с мамой или с папой. Следующая серия – это художественная серия Петранелла «С яблочного дерева». Она у нас начинается первой книжкой. Вот она уже вышла, она у меня есть. Продано более 250 тысяч копий в Европе. И, что я еще могу сказать, для всех почитателей Астер Длингрэм, для всех, кто в детстве читал Пеппе Длинный Чулок, Эмилия из Леонеберги и прочее, эта книжка просто обязательное чтение. Потому что написана она так же легко, так же увлекательно. Это милая Петранелла, которая колдунья, маленькая колдунья, которая живет в Яблоке. И она, мне кажется, не уступает ни капельке тому же Карлсону. И на самом деле прекрасно дополнит любую коллекцию детскую, где-то для возраста от 5 до 10 лет. Книжки, которые представлены на слайде, у меня еще три. Они также у нас все куплены и сейчас находятся в работе. Удивительная генетика. Эта книжка по-своему уникальна. И она на самом деле очень хорошо сделана и напечатана. Это наша гордость. У нее прекрасные даже формицы. Чем же она настолько уникальна и настолько отличается от всего, что есть сейчас на рынке? Первая и самая главная книжка составлена так, чтобы ребенок максимально запомнил все, что находится внутри нее. Каждая глава начинается с познавательного стихотворения, каждая строчка которого потом последовательно раскрывается в маленькую подглавку. Ну, это видно по структуре. И из чего вывод уже можно сделать, что здесь в каждом стихотворении нет ни одного лишнего слова. Точно так же, как и в тексте. Масса информации, которая умещена в маленьком объеме, но при этом очень хорошо считывается. Дети уже проверено, очень хорошо запоминают то, что в книжке, и потом это легко пересказывают. Иллюстрации помогают, они и забавны. В общем-то, сейчас я приведу пример какой-нибудь. Например, вот такие. Книга также очень поможет тем, кто хочет получить представление о науке и потом в дальнейшем, возможно, связать с этим свою жизнь. Кто такой Аксель Канн? Это профессор, который здесь эту книжку, то есть он является автором, и он эту книжку курировал с точки зрения текстов. Это французский ученый-генетик, советник Европейской комиссии по вопросам биотехнологии и биоэтики, лауреат Национальной медицинской академии Франции, обладатель медали от Академии французского языка, серебряной медали Национального центра научных исследований, почетный доктор пяти университетов во Франции и в Канаде. Это очень значимая фигура, и, в общем-то, его мнению о генетике можно доверять. Он является во многом экспертом даже по вопросам, которые относятся просто к биологии и биоэтике. Следующая книжка очень милая, очень такая фетровая, которая для детей 3+. Книга природы. Мой мир вокруг, мой лучший друг. Эта книга не только увлекательное развлечение для ребенка и родителей, где на каждом развороте они могут сделать какую-нибудь интересную поделку или что-то, что работает руками. Познавательные тексты об окружающем мире здесь тоже содержатся, и на самом деле их очень много. Также в конце книжки есть словарик. А что касается поделок, я здесь поясню. Клэр Бетон, автор этой книжки и художник, который ее нарисовал, то есть она вот так, на все руки мастер, она еще к тому же и очень много работает с детьми. Она проводит детские мастер-классы, и у нее есть своя методика о том, как она просто по сути этой книжкой выражает свою методику. Она заключается в том, что ребенок лучше усваивает информацию, тогда он делает что-то руками, параллельно с тем, что он узнает. Соответственно, каждая тема у нее, она сопровождается какой-то поделкой, какой-то, не знаю, там, приготовить пирожок, сделать солушку, кормушку для птиц или венок себе сделать из цветов. Но в любом случае, все это способствует тому, что ребенок начинает воспринимать окружающий мир гораздо более, с большим интересом и с большей бережностью относиться ко всему, что вокруг него. То есть чувствовать, что вокруг него живые существа. Ну и последнее, о чем я хочу рассказать, это пополнение в нашей серии «Игры на карточках». Вот такая вот необычная у нас веселая зарядка. Мы привыкли все к тому, что веселые зарядки, они все у нас не сильно веселые и, в общем-то, больше похожи на методичку. Вот, обычно ее делают для каких-нибудь преподавателей, воспитателей дома. И ничего, кроме текста скучного и серых страничек, там не содержится. Вот, а здесь мы видим совсем другое. Здесь мы видим большие, красивые, веселые карточки, с обратной стороны которых есть упражнения. И там есть еще и веселое стихотворение от педагога с 25-летним стажем, автора более 30 книг для детей и родителей, Елена Суботина. Что делают эти карточки? Ну, во-первых, это просто укрепляет здоровье и иммунитет. Ребенок может заниматься с этими карточками как с родителями дома, так и в саду. То есть это прекрасное будет подспорье и воспитателям, и учителям, вот, а родителям, бабушкам, дедушкам. В общем-то, всем, кто имеет дело с людьми. Плюс это увлекательное развлечение, это весело достаточно. И развивает воображение и творческое восприятие, потому что ребенок должен по стихам каким-то образом воспроизводить все эти движения. Вот. Ну и память, разумеется, развивает. Иллюстрации очень милые. Мы все очень довольны тем, что получилось. Спасибо большое. Это было все. Задавайте вопросы. Как это сделать? Вижу. Постоянно подвисает изображение звука. Подвисает, но это не наша проблема. Правильно я нажала воздух? Нет.